Утверждать что-либо, не имея возможности доказать это законным путем, означает клеветать. Здравствуйте, в эфире 101 вопрос юристу, в студии Евгения Наумова. Тема нашей сегодняшней передачи – клевета. Сегодня гость нашей передачи – адвокат Московской коллегии адвокатов «Адвокатское партнерство» Борис Алексеевич Тарасов, известный многим из нас как справедливый судья из телепередачи «Суд идет» на телеканале «Россия». Он поможет нам разобраться в этом непростом вопросе. Здравствуйте, Евгения. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Борис Алексеевич, первое пришло письмо к нам по данной тематике от Полины из Брянской области. Скажите, пожалуйста, вот пишет она, умер человек 4 месяца назад. После смерти знакомой родственники нашли какую-то записку, но не расписку, в том, что она мне давала деньги, и наслышались какие-то 5 свидетелей, которые якобы слышали по телефону, что она давала эти деньги мне. Меня вызвали в полицию. Родственники треплют нервы на эту тему. Скажите, имеют ли разного рода записки какую-то силу? Но меня оклеветали. Во-первых, что можно сказать телезрителю, что наследники действительно в соответствии с нормами гражданского законодательства несут обязанность по долгам наследодателя. В данном случае тоже непонятно. Тут она указывает, что какая-то записка. Понимаете, записка записки рознь. Это, в принципе, может быть даже простая письменная форма договора займа. То есть здесь нужно в деталях знать, что это за записка и каков текст записки. Мне непонятно, почему вызывают в полицию ее тоже, потому что это дело входит в компетенцию по видео мирового судьи все-таки. Если вызывают в полицию, то, может быть, здесь есть признаки мошеннических действий с ее стороны. И вот то, что она говорит, что меня оклеветали, по-моему, здесь еще рано об этом говорить, потому что суд или правоохранительные органы должны сделать свои выводы, имело место действительно или не имело передача вот этих вот денег. То есть здесь нужно разобраться в плане записки, которая была написана, и в каком формате, и что там. Поэтому оклевететь здесь говорить еще рано. Выводов никаких нет. Пишет нам Марина из города Саратова. Работаю в отделе канцтоваров. Произошел конфликт с покупательницей. Она прямо в лицо сказала мне, что будет всем говорить за моей спиной о том, что якобы у нее она украла деньги. То есть у Марины. Марина у продавца. Может ли применить к ней административное или уголовное наказание? И что для этого нужно сделать? Человек прямо в лицо сказал, что оклевещет меня. Ну, в принципе, здесь можно, конечно, вести речь о клевете. Нужно обратиться с соответствующим заявлением к мировому судье. К мировому судье. И здесь может быть лицо привлечено к уголовной ответственности. Также здесь можно вести речь в соответствии со статьей 152 Гражданского кодекса. Может идти речь о защите чести, достоинства и деловой репутации. Если суд сочтет, что действительно нанесен ущерб чести, достоинства и деловой репутации, то в этом случае можно говорить о компенсации морального вреда. Это также предусмотрено нормами гражданского законодательства. В частности, статьей 1099, 1111, 1101. Вот поэтому меры правового регулирования данной ситуации имеются. У меня состоялся суд по поводу взыскания алиментов с моего бывшего супруга. Но слушание перенесли в связи с встречным иском моего супруга об определении места жительства ребенка. В своем исковом заявлении супруг оговаривал меня и приводил доводы, порочащие мою честь и достоинство. Мне дали 15 дней на обжалование данного искового заявления. Могу ли я после обжалования, имея на руках копию искового заявления бывшего супруга, подать исковое заявление о возбуждении уголовного дела по статье 129 Уголовного кодекса Российской Федерации? Вот спрашивает у нас Лилия из Новоалтайска. Можно ли подать исковое заявление за клевету? Лилия, в конце 2011 года данная статья Уголовного кодекса 129, клевета, то есть распространения заведомо ложных порочащих честь и достоинство сведений, она декриминализирована указом президента. И ответственность наступает за клевету только административная. В соответствии с кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, статья 5.60. То есть вы можете обратиться также к мировому судье по поводу клеветы, представив вот этот вот документ, который у вас имеется на руках, и суд уже решит этот вопрос, если будут достаточно доказательств, в вашу пользу. Пишет нам Елена из города Таганрога. У меня был гражданский процесс с дочерью совладельца фирмы в феврале прошлого года. Его дочь в зале суда стала клеветать на меня, сказав, что я сильно ругаюсь матом. Ни образования у меня нет, и не могу связать два слова для изъявления своих мыслей. Поскольку они возбудили в отношении меня уголовное дело, на этом заседании в одностороннем порядке, я все время была занята ходатайствами по этому делу, заявлениями и апелляционными, и касационными жалобами. И сейчас, когда я стала свободнее от этого дела, я вспомнила про клевету в зале суда у судьи, у которой был процесс. Могу я еще возбудить уголовное дело в отношении дочери совладельца по статье клевета? Уже прошло много времени, но, может, еще не поздно, как возбудить уголовное дело по клевете в суде? Ну, это так же, как предыдущему телезрителю я отвечу, что статья 129 Уголовного кодекса Российской Федерации, она в настоящее время декриминализирована. То есть уголовной ответственности за действие вот этой дамы не наступает. Здесь можно вести речь только об административной ответственности за клевету. И в этом случае она также может обратиться к мировому судье по этому вопросу. И если удастся доказать, что действительно имела место клевета, то может быть наложен штраф. Штраф, да? И только административного плана, я так поняла, что уголовная ответственность... Да, но здесь единственное, нужно еще уточнить, прошло много времени. Сколько времени? Если упущены сроки привлечения к административной ответственности, то, конечно, суд откажет. Мы с мужем в разводе. Живем все шестеро, я с двумя детьми, бывший муж и его мать. В одном дворе, но на своих территориях раздельно. Свекровь на протяжении 10 лет пытается нас выгнать из дома. Приватизирован дом на всех шестерых человек. И от злобы своей она постоянно на меня клевещет. Распространяет гадости по поселку и в коммунальных службах. В общем, где появится, там и порочит по-всякому. Нервы уже на их пределе, сил больше нет. Как себя защитить? Как защитить себя от клеветы бывшей свекрови? Спрашивает нас Ольга из города Симферополя. Вы знаете, это бытовая ситуация. Все мы знаем взаимоотношения невестки и свекрови, зятей и тещи. То есть, это вот такие бытовые ситуации. Они, конечно, могут быть урегулированы законом. Но лучше до этого не доводить, исходя из каких-то общечеловеческих понятий, общечеловеческих ценностей. Но если уж такая действительно невыносимая ситуация, то можно, во-первых, обратиться в прокуратуру. Допустим, прокурор в соответствии со статьей 24.1, он вправе сделать предостережение этой свекрови, чтобы она не вела себя ненадлежащим образом и не нарушала права другого человека. Можно обратиться к мировому судье по делу о клевете, если действительно факты, которые она излагает, конкретны, если эти факты можно перепроверить, если она убеждена, что эти факты действительно заведомо ложные. В этом случае теща, конечно, простите, свекровь может быть привлечена к административной ответственности вот по статье 5.60. Если это доказательно будет? Конечно. Потому что невестка может тоже как-то из своих убеждений... Да, и тем более, видите, мы же здесь имеем мнение одной стороны, а мы же ведь не выслушали тещу. Вот для этого и существует суд. Ну, к сожалению, нам написала невестка. Ну, я имею в виду, не выслушали свекровь. Да, да, да. То есть, понимаете, здесь вторую сторону тоже ведь нужно заслушать. Не случайно суд выбирает именно золотую середину, истину? Во всяком случае, пытается найти эту истину. Пишет нам Фатима из города Красноярска. Меня обвинила коллега в написании в прокуратуру какого-то письма и подделки подписи. И всех приезжих учителей гонит с поселка, называя гастарбайтерами. Я кормящая мать, и такие выходки заставляют меня нервничать. Как защититься от клеветы и национализма? Ну, во-первых, я не считаю, что гастарбайтер – это какое-то оскорбительное такое понятие или обращение к человеку. В принципе, в переводе с немецкого гастарбайтер – это рабочий гость. То есть здесь ничего такого предосудительного в этом термине, я считаю, нет. Но если ей не нравится, что ее так называют, я повторяю, этот термин, он абсолютно… Неунизительный. Конечно. Но если все-таки она считает, что вот якобы письмо какое-то написала в прокуратуру и подделала подпись, пусть в прокуратуре и проверят. То есть в прокуратуре могут показать ей это письмо и подпись, да? Конечно. Да, конечно. Самое простейшее. Ее это письмо. В конечном итоге здесь можно и почерковеда специалиста пригласить, и экспертизу провести. И тогда все вопросы сами отпадут по себе. Как защититься от клеветы? Это вот таким путем. Национализма. Ну, национализм это, в общем-то, если она считает, что ее по национальному признаку преследует, то она также… Но у нас гастарбайтеры – это как раз приезжие из других стран. Хотя раньше-то во время Советского Союза было единое государство, а сейчас все-таки страны СНГ, они отделились, и поэтому… Нет, ну, в принципе, она может обратиться туда, в подразделение Следственного комитета, местное… Только вопрос, будут ли ее там слушать. Да, здесь вопрос в том, что образуют ли вот эти вот высказанные какие-то слова, вот эта вот коллега ее по работе, состав преступления, предусмотренный Уголовным кодексом, вот, допустим, там разжигание межнациональной ненависти, там есть такие составы специальные. А пишет нам Оксана из Санкт-Петербурга. «С нами живет бабушка, 80 лет. Она всю жизнь унижала своих детей. Теперь переключилась на меня и обвиняет меня в воровстве денег. Мол, я ночью лазаю по ее кровати и из-под подушки достаю деньги. Мне все равно, конечно, на ее разговоры, но последнее время она это стала говорить нашим соседям, друзьям и так далее. Я бы хотела узнать, реально ее привлечь к уголовной или административной ответственности или отправить на принудительное лечение. Можно ли подать иск за клевету на старого человека? Ну, старый человек такой же гражданин Российской Федерации, как и молодые. Тут возрастной верхний предел роли никакой не играет. Даже если человеку 112 лет, дай бог, чтобы кто-то столько дожил, он все равно подлежит привлечению к любому виду ответственности. То есть, с законом верхний предел не установлен. Нижний предел, вот привлечения, допустим, к административной ответственности установлен, это 16 лет. Верхний нет. То есть, конечно, на старого человека можно за клевету подать, но давайте мы все-таки коснемся здесь не только правового, но и морального аспекта. Это ваша бабушка, родной человек, мама вашей мамы. И, как вы считаете, этично ли это, жаловаться в правоохранительные органы на бабушку? Понимаете, это какая-то семейная свара. Может быть, это связано с недостатком вашего воспитания, Оксана. Ведь старших нужно уважать в конечном итоге. С точки зрения права, вы можете, конечно, обратиться и к мировому судье, и в полицию, но... Все-таки лучше семейные споры не выносить на общий суд. Конечно, это совершенно разумно. Пишет нам Алексей из Астрахани. На меня подали в суд за якобы нанесенные оскорбления два года назад. В исковом заявлении указали сведения обо мне, не соответствующие действительности. Возможно, за это заявить встречный иск. Пожалуйста, помогите составить встречное исковое заявление о клевете. Так, прежде всего, за нанесение оскорбления, которое вы совершили два года назад, здесь срок исковой давности не истек, и обращение в суд, оно совершенно правомерно. Вы вправе и с встречным иском обратиться в суд. Вы вправе возражения на этот иск, который заявлен, также сделать какие-то свои. То есть, все это совершенно допустимо. И встречный иск, со встречным можно обратиться. Но самое простейшее, он может написать на это исковое заявление, поступившее на него, свои возражения. В любом случае, судье будет проще рассматривать. Чем одну сторону. Конечно, да. Дело в том, что если он обратится с встречным иском, все равно это будет объединено в одно производство. И судья будет рассматривать и иск, поступивший на него, и встречный иск с его стороны. И это будет проще решать данную проблему? Конечно. Марк, сразу вас хочу спросить, какая связь между изнасилованием и беременностью? Здесь совершенно никакой взаимосвязи между одним и другим нет. Если вы говорите, что через 7 месяцев она говорит, что обратиться с заявлением по поводу изнасилования. Вы знаете, с точки зрения доказывания данного вида преступления, крайне сложно будет доказать изнасилование. Во-первых, биологический материал уже отсутствует, который имелся, например, у подозреваемого вами лица. У вас уже телесное повреждение будет крайне сложно установить, если вы не обращались к врачу или в травматологический там куда-то пункт. Поэтому с точки зрения реальной возможности привлечь к уголовной ответственности, вот вас, Марк, я считаю, у этой девушки нет. Ну, в общем-то, нужно, наверное, с девушками расставаться мирным путем, чтобы не было вот такой казуистики и такого ненужного совершенно вам продолжения. Обратиться она может, я повторяю, это ее право, ее никто не лишает от права обращения в следственные правоохранительные органы. Но, тем не менее, в общем-то, нужно знать многие детали, хотя я вам сразу скажу, преступление, этот вид преступления очень деликатен и тонок. Довольно часто бывают оговоры со стороны женщин. Собственно, поведение женщины по отношению к мужчине, оно, как правило, непрогнозируемо. Пишет нам Дарья из города Саратова. Бывший молодой человек через интернет распространяет про девушку разной непристойности. Обращается к друзьям девушки, к ее родителям, к родителям ее парня, к совершенно незнакомым людям. Пишет угрозы девушке и парню, угрожает расправой. Что делать? Куда обратиться, если вас оклеветали? Ну, об этом я уже отвечал другим телезрителям, куда обратиться. Обращаться нужно к мировому судье. Это подсудность как раз мирового судьи. Административное производство будет возбуждено в соответствии с кодексом Российской Федерации об административном правонарушении. Здесь также можно, если реальная угроза новому парню, от того, от прежнего парня, новому парню и девушке, то здесь, в общем-то, можно вести речь и о составе преступления, предусмотренном статьей 119, по-моему, да, 119 Уголовного кодекса Российской Федерации. Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. То есть здесь перспективы есть такие вот определенные. И о клевете может идти речь, то есть он может быть привлечен к уголовной ответственности и к большому штрафу судом приговорен. И также он может быть привлечен к уголовной ответственности за угрозу убийства. Жизни и здоровье, да, человека? Пишет нам Вера Олеговна из города Орска. Моя бывшая сотрудница активно распространяет по всему городу клевету, порочащую мою честь и достоинство, подрывающую мою репутацию. Статья 129 Уголовного кодекса Российской Федерации утратила силу. Видите, как женщина осведомлена Уголовным кодексом. Как она может защитить свои права, данные ей Конституцией Российской Федерации, статьей 21? Ну вот, уважаемая Вера Олеговна, она ссылается на статью 21 Конституции Российской Федерации. В статье 21 Конституции как раз указано, что достоинство личности охраняется государством. И действительно, государство в лице судебной системы охраняет это честь и достоинство личности. То есть ей также нужно обратиться в мировой суд по поводу клеветы. Если она бывшая сотрудница, по-видимому, Вера Олеговна занимается бизнесом, то здесь наверняка страдает и ее деловая репутация, то здесь может быть и защищена ее деловая репутация. То есть обращайтесь в суд, в письменном заявлении все указать. В письменном заявлении, конечно, и суд рассмотрит вот это административное правонарушение в виде клеветы со стороны бывшей сотрудницы. Если действительно таковое имело место. Пишет нам Галина Ивановна из Москвы. Соседка в течение семи лет жалуется на нас в РЭУ, в инженерную службу округа, вызывает нам наряды 02. Якобы мы сверлим, делаем ремонт, сколачиваем ящики, работаем на станках, якобы шумит джакузи. Но ничего этого нет. Куда обратиться, как доказать, что мы таких деяний не совершаем? На мой взгляд, здесь нужно прежде всего обратиться в жилищное эксплуатационное управление, чтобы техник-смотритель осмотрел жилье, дал свое заключение, что действительно никакого там ремонта не проводилось, никто там ничего не сверлил. Далее потом обратиться в суд вместе с этим заключением и попросить мирового судью, чтобы он запросил в отделении полиции выписки по выездам на данный адрес. Если действительно работники милиции выезжали впустую, ничего там не происходило. Если заключение техник-смотрителя РЭО было положительным в том плане, что никаких ремонтных работ не проводилось, то в этом случае вполне можно привлечь эту соседку к административной ответственности за клевету. Спасибо вам большое, Борис Алексеевич. Пожалуйста, Евгения. Время передачи подошло к концу. Еще раз напомню, что гостем сегодняшнего эфира был адвокат Московской коллегии адвокатов «Адвокатское партнерство» Борис Алексеевич Тарасов. Хочу привести один исторический факт, очень, кстати, любопытный. Однажды за обедом у Екатерины II зашел разговор о клеветниках. Нарассуждавшись в волю, императрица предложила тост за честных людей. Все присутствовавшие с готовностью подняли бокалы. И только граф Кирилл Григорьевич Разумовский не дотронулся до своего. Императрица, заметив это, спросила, почему Разумовский не желает пить за честных людей. «Боюсь, мор будет», – ответил граф, прекрасно знавший нравы двора. Спасибо, что вы были с нами. Удачи!